про Дмитрия Холода. Я с ним познакомился в 93-м году в кабинете Джохара Дудаева в Грозном. Он взял интервью и пошел, а я остался еще час разговаривал с Джохаром. Потом, я же в Тамбовской газете тогда работал, потом, через несколько лет, я стал, даже, нет, его убили в 94-м, а я даже сотрудником вот этим Сапкором, то есть в регионе, я жил в Тамбове еще три года, и потом меня в Москву только позвали. Я сам не просил, кстати говоря. Вот, и он уже был убит. Я видел только, еще был старый офис в другой части этого здания, вот, и там был кабинет, где его убили, и маленький такой, в отделе политики, в тупике, там, в самой заднице редакции, она не так небольшая была. Да, и еще там чуть не убили одну девочку, молодую журналистку тогда. Вот, звали и зовут ее Катя Деева. Это Екатерина Леонидовна, если полностью говорить, Деева, если полностью назвать имя этой русской фашистки, с сарбонтским дипломом, с блестящим французским, с претензией на интеллект, интеллектуальность, там, и так далее. На самом деле, людоедка обыкновенная, как выяснилось, да. Значит, в чем людоедство? Очень все просто рассказываю. Она, как она сама рассказывала, она вела эту тему, и книга есть про убийство Холодова. У меня где-то даже коробка тут лежит. Большая книга, можно, наверное, ее даже скачать. Не знаю, есть она в интернете или нет. Вот, и там огромное количество расследований, все понятно, все виновные, все найденные, кто убивал, все было ясно, и никто не понес ответственности. Вообще никто. И все в сценарии, кто убил, но никто ничего. Это что-то похожее на убийство Георгия Гангадзе в Украине. Но, по-моему, еще даже жестче и гнуснее. Хотя это трудно сравнивать. Но похоже там, да. То есть все знали, кто и никому ничего. Нет, все-таки действительно разные вещи, потому что кто-то непосредственно исполнитель убийства Георгия все-таки, по-моему, не на этом свете там, да. Ой, я забыл. Простите меня. Просто забыл детали. Ну, вы лучше меня знаете. Ну, это я не про это сейчас говорю. А про то, что, значит, Катя Деева разоблачала всю эту власть, всех этих наймитов, всех этих, весь этот полк ВДВ, эту спецчасть забыл название ВДВ, 45-е что ли, или какое-то спецподразделение 45-го полка ВДВ, которому лично Грачев отдал приказ уничтожить холодово путем взрыва, подсунуть его чемодан, якобы за документами, там взрывчатка, которую он должен был открыть, видимо, где-то на улице, открыл в редакции, вот в него влетела вся эта железо, все, которое там было, он открыл вот так дипломат перед собой, отзавел спиной, то ли выходила, то ли выходила, выходила из кабинета вот эта Катя Деева, тогда молодая журналистка. Она старше меня сейчас, и, конечно, больше. Она его расист, примерно, наверное, может, чуть младше. Он старше меня. И ее посекло осколками, на чудом, секунды просто. Секунды ее тоже не было, или она была сильно покалечена. Но там где-то осколки были, и что-то такое прочее, да? Дальше мы пропускаем всю эту ее борьбу за справедливость, эти статьи, эти юбилей Димы Холодовой, эти походы на Троекуровское кладбище с его мамой. И папа там тогда был жив еще, и эти обнимашки. Там еще была такая русская фашистка, с которой даже вместе с семьей в Крым ездил, Елена Короткова, бывший редактор отдела регионов, у которой первый работал. Божий одуванчик, прекрасная, симпатичная, мягкая, такая нежная, ранимая женщина. Оказалась фашистка, когда Крым оккупировали, началась шипеть за моей спиной, мы с ней вместе ездили в Крым, с ее семьей. Началась шипеть, татары всегда нас ненавидели. Я обернулся, сказал, посмотрел на нее, даже не помню, что я сказал. Это был 2014 год. Еще одна такая, но про Катю. Вернемся про Катю, потому что спросили про холоду, просто это нельзя не рассказать, чем там все это закончилось. И вот планерка в редакции газеты «Московский комсомолец», 14-й, по-моему, год. И выходит статья, а газета большая, и там вот эти внутренние полосы часто готовят не те редакторы, которые подписывают этот номер, потому что они отвечают за новостные полосы, вот за 3 из 4, 5 из 8, или за 4 из 16, за 7 из 16, неважно. И, видимо, кто-то это пропустил на моменте верстки, не задал вопроса, или засал задать вопрос, или пропустил просто задать вопрос. И вот сидит, держу я, вот справа от меня сидит такой Станислав Скобло, заместитель редактора, один из тоже выпускающих. Тут сидит главный шеф и хозяин, значит, П.Н. Гусев. А вот там где-то, там сидит, это Катя Деева. И этот Стас Скобло, такой авторитетный в редакции человек, такой открывает и видит материал о патриотах Донбасса, интервью, как они воюют там за народ Бомбаса. Это весна, по-моему, прям вот весна 2014 года. И он говорит такой, так это же те же самые люди, которые убили Диму Холодова. А что, уже можно это? Стас поднимает глаза и смотрит на нее, на Катю, которая эту тему вела, и она этот номер выпускала, по-моему. И Катя говорит фразу, выпускница Сорбонны, интеллектуалка, блядь, и так далее. Она говорит, да, они убили Диму, но сейчас мы на одной стороне. Мы вместе воюем за родину. Весна 2014 года. Вот я вам рассказал историю, спасибо вам, Юля, Слэп, за то, что напомнили. Вот так они становились быстро очень обратно антилюдьми. Они выглядели, пытались как люди, получали образование и так далее. А потом быстро обратно раз к клыкам, хвостам и деревьям. Но это еще комплименты им, потому что никакое животное не совершит такого предательства, как совершали они по отношению даже к своим коллегам, которых даже убили на их глазах, и чудом при убийстве которых они уцелели. Но родина у них на первом месте. Вот такие антилюди. Вот хотите, верьте, хотите, проверьте. Я практически дословно все рассказал. Собственно, что тут, о чем тут говорить, понимаете? О чем тут говорить? Это дно, глубже которого в природе не существует просто. Это такие мерзавцы, это такие подонки, это такие антилюди, это такая пещера смрадная. Ее просто не должно существовать на земле, потому что она производит вот таких антилюдей на свет.